Почему мусульмане и евреи не едят свинину? На подобный вопрос везде можно услышать один и тот же ответ, потому что свинья – грязное животное. Забудьте об этом, когда религии зарождались, скажем честно, сам человек был не чище. До нашей эры люди выбрасывали помой просто в окно на дорогу, а потом добирались по этим дорогам до соседей. Поэтому грязными были и домашний скот, и сам человек. Так почему же именно свинья? Климат, в котором проживали приверженцы ислама и иудаизма, был очень жарким, а свинина – самое быстропортящееся мясо. Плюс свинья всеядная, она ест даже собственные экскременты, соответственно, мясо свиньи содержит трехин, паразитов, способствующих развитию болезней. Теперь суммируем все эти факторы и понимаем, какое сумасшедшее количество отравлений было у людей в таком климате после поедания свинины. А верующему человеку несложно было прикрепить к этому религиозный смысл, раз тело отвергает это мясо, значит, в нем есть что-то дьявольское и нечистое. Вывод – запретить. Единственный способ избавления от паразитов – заморозка свежего мяса. Но в жаркой пустыне в то время холодильники, к сожалению, не водились. Почти любой религиозный пищевой запрет можно объяснить научным путем. Например, законы Кашрута возложили запрет на употребление в пищу хищных животных, волков, медведей, лис, собак, потому что они плотоядные, следовательно, в организме присутствуют токсины. Или по той же причине у иудеев существует запрет на употребление в пищу крабов, раков и омаров, в мясе ракообразных содержится птамоин, трупный яд. Спасибо за просмотр. Друзья, давайте развиваться вместе. Обязательно подписывайтесь на канал Хочу все знать, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте счастливы. Мы любим вас. До новой встречи.